я снова рад приветствовать гостей и подписчиков канала цойки но как это было на самом деле сегодня у нас будет такая интересная тема когда-то давно кто-то где-то в комментариях просил сделать выпуск на такую тему 85 год 86 год альбом это не любовь лирическо-романтические композиции до не изданная в свое время запись любовь это не шутка опять же лишь лирическо-романтические композиции о ком поет виктор цой первый вопрос второй вопрос почему виктор цой поет так будто ему 14 15 лет песни будто бы написано от лица подростка почему так вот какой-то подписчик просил рассказать еще один вопрос такого же плана можно включить его в этот выпуск почему часто песнях виктора цоя когда он уже будучи был не свободном женатом и положено марьяна цой марьяна родованская да почему так много песен глубоком внутреннем одиночестве какой-то полу мифической порой женщине да я конечно не могу узнать как оно там было на самом деле точный ответ на этот вопрос мог бы дать только сам автор виктор цой но я попытаюсь сегодня рассказать то как это все понимаю лично я сам давайте начнем с вот этих самых лирическо-романтических композиций 85 86 года я стою в темном углу я не знаю что случилось со мной до песни разрешим не братская любовь любовь это не шутка это не любовь песни будто бы исполняется действительно от лица подростка который любит какую-то девушку наблюдает за ней но при этом настолько робки что просто даже боится к ней подойти и боится на нее посмотреть что свойственно скорее всего все-таки подростков да давайте будем разбираться подумаем как скорее всего обстоят на самом деле дела я сейчас пишу свои собственные песни и могу вам сказать так что он но не обязательно речь идет о настоящем времени в этих композиций до которых мы сегодня говорим он запросто может петь о своих переживаниях многолетней давности вспоминать себя в подростковом возрасте когда ему нравилась как девушка например и он вспоминаете события как он там сидел дома возле окна и ждал когда она там пройдет до не обращая на него внимание он запросто мог спеть об этом вот второй вариант запросто можно просто придумать сюжет для песни ничего не мешает просто взять и выдумать вот вот я сейчас пишу свои собственные песни повторюсь и недавно была такая песня девочка конфетка скорее всего такое название останется вот там речь идет об истории которая была в жизни несколько лет назад когда меня влюбилась 14-летняя девочка и повсюду меня преследовал это не значит да что вот прямо это было вчера позавчера и в прошлом месяце нет это было несколько лет назад в общем то такое запросто могло быть и в композициях виктора цой что еще можно сюда добавить опять же не стоит забывать о том что неоднократно рассказывала марьяна о том насколько виктор цой был закомплексован в отношении женских женщин до женского пола робок и застенчив потом он как-то более-менее адаптировался но по большей части как мне кажется он просто научился себя более-менее правильно вести но при этом внутри испытывал все тоже какое-то внутреннее такое напряжение в присутствии женщин можно даже вот это вот представить и так хотя опять как она там было точно сказать невозможно давайте послушаем что говорит марьяна он был закомплексован страшный человек по части женщин и от этих комплексов он заставлял то есть он пытался что к нему относились очень серьезно всякие мои хихи ха ха первое время совершенно не воспринимал и от шуток от моих просто сбегал то есть он вставал и уходил есть такая композиция уходи да вроде бы как виктор цой обращается к девушке причем он поет как бы от лица свободного парня и обращается к девушке который мы в общем то не нравится но опять-таки история запросто может быть выдуманно но не обязательно и выдуманная история может быть я реально например виктор цую мы помним да какие ему нравились девушки он был влюблен в жену майка науменко в наталью науменко да он любил вот это восьмиклассницы джейн да ему нравились такие маленькие худенькие скромные такие миниатюрные красивые юные девушки да на самом деле почему так как часто в общем бывает у романтических парней да но к сожалению очень часто бывает так что романтические парни потом женятся на полностью противоположных женщинах почему так происходит если вспомнить историю любви виктора цоя и марьяна цой что марьян сама об этом рассказывает а то что в общем то опять же вышесказанная цой был крайне закомплексованным и она взяла в общем то ситуацию в свои руки по ее воспоминаниям она буквально чуть ли повторяю слова я чуть ли не на физиономии написала у него номер своего телефона и потом когда у них с наташей науменко все разладилось он ей все-таки как-то позвонил по воспоминаниям наташи науменко по ее мнению он вообще женился на марьяне исключительно ради того чтобы отомстить именно наташ дайте посмотреть что вот как выглядели вместе когда не шли вместе сидели вместе там виктор свой и марьяна цой они в общем то выглядели так со стороны как будто бы сын идет рядом со своей мамой но вот согласитесь да марьян свой ну совершенно как-то учитывая вкус а виктора цоя мы имели примеры чтобы сравнить на ему как-то и не подходило возможно и внутри его где-то так немножко коробил он понимал что но не совсем это то там уже 85 год если опять перескочить на тему сколько они уже лет тогда были вместе 3-4 года да нет подождите когда не поженились 84 85 нет рановато я хотел сейчас сказать о том что отношения обычно длятся три года вот это вся страсть это все перегорает и потом это уже конечно люди могут жить вместе еще и 10 и 20 лет но это уже не то как в самом начале здесь вообще есть такой единственный способ сохранить любовь на долгие годы и прекрасные отношения просто жить по отдельности и встречаться время от времени тогда это растягивается на очень и очень долго брак как правило все вот эта любовь все эту романтику все это страсть он ее убивает вот это бытовуха вот эти бытовые вопросы и денежные вопросы и прочие прочие такие проблемы если в начале отношений люди все недостатки своего партнера как правило маскируют для самого себя то потом уже с годами люди начинают друг другу докапываться обороты очень часто бывает такое что не всегда очень часто что люди видят друг друге одни недостатки начинает придираться надоедают друг другу и потом бывает более такие умные такие пары они сходятся во мнении что нам надо друг от друга немножко отдохнуть пожить отдельные потом вроде бы как все это опять возвращается обратно вот вот о чем я сегодня хотел сказать что касаемо брака который мы говорили выше брака марьяны и виктора то я бы сказал так что марьяна да она и сама об этом говорил что она взяла на раб или как ты говорят взяла ситуацию в свои руки она его скажем так на себе женила я уже для того чтобы отомстить наталья на уменко в общем-то на ней женился да вот на викторацию как романтику нравились совершенно другие девушки и женщин и повторюсь второй раз уже или в третий примеры женщин которых он действительно любил которым действительно нравились мы могли с вами наблюдать вот все что я мог сказать вам по этой теме все что я мог сказать рассказать я вам сегодня рассказал хочу сказать что прямо сейчас будет премьера клипа это мой второй сингл для альбома ангидане и мы с сашей маэстро только что закончили на днях вторую песню и сейчас сегодня вот прямо недавно я снял клип прям сегодня его снимал вчера и сегодня закончил смонтировал и вот сейчас готов вам его продемонстрировать надеюсь вы как-то это оцените прокомментируйте ставить какие-то отзывы лайки и так далее и тому подобное сегодня все до новых волнующих встреч